Привет, интернет! Это Игорь из Австралии. Я сейчас пошел прогуляться по одному из парков в Сиднее и расскажу вам про мультикультурализм. Прежде всего, что натолкнуло на эту тему, я в последнее время снимал комнату у семьи индусов. Это папа, мама с дочкой в районе Парамата. Это Роскелл называется. Ну и заметил такую интересную вещь, о которой я, в общем-то говоря, догадывался, но не был в ней уверен. Ну, начнем с этой семьи. У них, понятно, что еда вся национальная, у них друзья приходят частенько, тоже индусы. И телевизор они смотрят только индусские каналы. Так вот, что забавно-то получается, что австралийские культуры, они не то что даже не впитывают, они ее сторонятся, уже не говоря ни о какой другой культуре, кроме их культуры и других стран. Так вот, что интересно, получается, все районы, люди из всех районов, живут точно так же, поэтому в Австралии здесь есть районы вьетнамские, есть районы индусские, есть районы китайские. Все живут обособленно и не касаются местной австралийской культуры. Пока ничего интересного, я вам себя покажу. Не касаются культуры местной, я в Мельбурне, даже был в этом районе, Клейтон. Клейтон район, это там куча китайских студентов, которые там живут, учатся в этом районе китайском. Есть забегаловки китайские, и ты туда заходишь, в некоторых местах, но одно дело, что все на иероглифах, в некоторых местах даже нету меню на английском языке. И китайцы, у которых я снимал там комнату тоже, они у меня спрашивают, Игорь, а почему ты так хорошо говоришь по-английски? Ты же вроде тоже приезжий, живешь здесь так же, как они. А я говорю, потому что для меня другого языка, кроме английского, здесь не существует. Я смотрю все передачи на английском, у меня интернет на английском, если не считать мой канал. А они все смотрят на китайском. Все передачи на китайском смотрят, общаются с китайцами, на работу ходят в китайскую компанию, более чем уверен. И попали они в эту компанию. Тоже на китайском языке. И вот что получается. Когда я приехал сюда, я думал, ну как, я же еду в чужую культуру. Ну, смотрите, это обычный австралийский буш, пролазный. Я же думал, ну я еду в чужую культуру, чтобы польза была какая-то от моей эмиграции. Нужно же как-то перестроиться, ну хотя бы воспринять, пытаться понять чужую культуру. Правильно? Значит, смысл во всем этом. А потом еще наша, знаете, вот эта российская ненависть. Ненавижу Россию, ненавижу всех русских, хочу стать австралийцем. И я сам как бы такого мнения был. Но сейчас, конечно, это у меня вызывает смех. Ну и больше смех вызывают люди, такие же, как я, кто попытался стать австралийцем. Но если я как бы перерос это все, то я не то, что не стал австралийцем, передумал им становиться, это раз, потому что понял, что моя культура лучше намного, да, и невозможно стать австралийцем, как бы ты ни старался, получится просто какой-то смех. И, а нет, наши русские все равно, причем, по-моему, это только одни русские хотят стать австралийцем ни в какой другой культуре, ни у индуса я ни разу не видел, ни у китайца я ни разу не видел, чтобы они старались стать австралийцами. Какая-то у нас национальная ненависть всего и вся, а самое главное национальная ненависть к самому себе. Потому что как надо себя не любить, чтобы попытаться стать человеком другой культуры. Причем, ладно, другой культуры, попытались бы они стать кем-нибудь из европейцев, какая культура нам более близко. это вот не раз видео с Вадимом говорил, что когда ты в Европе, ты чувствуешь, что что-то там твое, ты чувствуешь, в Европе находишься, ты чувствуешь свое. В Нидерландах я был, в Италии я был, все такие красивые квартирки, дома, все так нам близко. А в Австралии ты постоянно чужой. В Австралии никогда ты не чувствуешь себя дома. И я как бы думал, это дело просто привычки, что ты не чувствуешь вот этого домашнего. А нет, просто дело в устройстве, дело в мироустройстве. Австралийцы безумно отличаются от нас, не совсем другие люди. ну и конечно же неудивительно, что никакая из наций, кроме нас, русских, не хочет стать бен-австралийцем. Да и еще, что меня добивает, вот вы все тоже, что Игорь жалует с прав Австралию, добивает то, что австралийцы не сохранили свою культуру. Сейчас уже доходит, одно дело, что уже Крисмас в прошлом году уже перестали называть словом Крисмас. Другое дело, что уже хотят исключить австралийский флаг из официальных документов. И вот эти западные страны, Англия, если вот кто в Англии бывал, это не та Англия, которая была 10 лет назад. Они потеряли свою индивидуальность, там уже от англичан ничего не осталось, самих англичан там уже не осталось. Они в Испании живут все. То же самое происходит с Австралией, какие бы националисты австралийцы ни казались, потихоньку их прессингуют и в общем-то ничего австралийского не остается. Вот и получается, что ты едешь в страну в другую, ты хочешь присоединиться к культуре, перенять что-то из их культуры, а получается они сами за нее не держатся, получается у них у самих отбирают свою культуру. А все другие нации живут здесь обособленно и не перемешиваются с друг другом. Есть, конечно, такие браки, где русская... Вот, кстати, забавный момент, что ни разу я не встречал брак индусских с австралийцем, ни разу я не встречал брак азиатки, которая богатая из местных студентов с австралийцем. я ни разу не встречал другую нацию, которые бы вышли замуж за австралийцем. Выходят замуж за австралийцем, только наши, блин, украинки и русские женщины и то ненадолго. Так что вся вот эта идея мультикультурализма, если она мне показалась в самом начале, я скептически к ней относился, то вот после 8 лет в Австралии после того, как посмотрела, что здесь происходит, мне она кажется, конечно, при том, никакого мультикультурализма нет, раз культура между собой не смешиваются, а наличие ресторанчиков разных стран, в которые можно сходить, ну, это можно сделать в любой стране, в любом шопинг-центре. Не обязательно из-за этого основывать целую страну, чтобы была возможность попробовать кухню разных стран. Поэтому такие дела, что нет культуры никакой, мультикультурализма нигде это не работало, никогда ни в одной стране примера такого не было. Все живут обособленно. Ну и, конечно, держаться за свою культуру, потому что ваша культура это есть ваша индивидуальность. Вы, конечно, можете приехать жить в Австралию, поработать, но своего не надо забывать откуда ты, не надо забывать кто ты, иначе будет большая депрессия. Так что, такие дела. Дальше я не пойду в этот парк, что-то уже зашел далеко. Так что, как обычно, ставим лайк, если вам это видео понравилось, ставим дислайки, если опять оно вас бесит. Оставим свои комментарии под этим видео и, конечно же, подписываемся на этот канал в Австралии, чтобы быть в курсе обновлений. Спасибо большое за внимание. До свидания. Народ, привет! Это Игорь из Австралии и в сегодняшнем видео мы вам с Александром расскажем об австралийских девушках. Привет, всем, ребята! Александр приехал в Австралию четыре года назад. Он приехал по учебе, да, ты здесь учился? Я учился. Пару лет. И вот он недавно начал снимать видео об Австралии. Ему много вопросов присылали ВКонтакте. Ну и то, что он хотел каждому не отвечать, он решил на основе этих вопросов создавать видео. Ну и вот и сегодня мы поговорим про девушках об Австралии, потому что этот вопрос волнует многих. Да, девушках в Австралии и наших, и их. Вот. А вторенька.